Беседа восемьдесят седьмая. Фомажа, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Иоанн двадцать, двадцать четыре, двадцать пять. Как веровать просто и без разбора, дело легкомыслия, так и сверх меры испытывать, и больше, чем нужно исследовать, дело ума крайне упрямого. Поэтому-то и Фома подвергается порицанию. Когда апостолы сказали ему, видели Господа, он не поверил, не столько по недоверию к ним, сколько потому, что считал невозможным это дело, то есть воскресение из мертвых. Он не сказал, я не верю вам, но если не вложу руки моей, не поверю. Но отчего в то время, как все были собраны, не было его одного? Вероятно, он тогда не возвратился еще из прежней бывшего рассеяния. А ты, когда видишь этого ученика неверующим, подумай о человеколюбии Господа, который ради одной души показывает себя в ранах, приходит и для спасения одного, хотя и более других упорного. В самом деле, Фома искал себе удостоверение посредством самого глубокого чувства и не верил даже глазам. Он не сказал, если не увижу, но если не осяжу, чтобы узнать, не призрак ли то, что я вижу? Без сомнения, и возвестившие ученики были уже достойны веры, равно как и сам, обещавший это. Тем не менее, однако ж, по елику Фома искал себе большего, то Христос не осказал ему и в этом. Для чего же он является ему не то час, а спустя восемь дней? Для того, чтобы Фома, внимая в течение этого времени убеждением учеников, и слыша одно и то же, воспоминялся большим желанием и сделался более твердым в вере на будущее время. Но откуда он знал, что и ребра прободены? Слышал это от учеников. Отчего же этому он поверил, а тому не поверил? От того, что то было событие совершенно необыкновенное и чудесное. Но ты заметь правдолюбие апостолов. Они не скрывают недостатков ни своих, ни чужих, но описывают их со всей истиной. Итак, снова является Иисус, и не ожидает, пока Фома станет просить его или скажет что-нибудь подобное. Но еще прежде, чем тот сказал что-нибудь, исполняет его желание, показывая тем, что он был с учениками, и в то время, как Фома говорил с ними, он употребил те же самые слова, сильно укоряя его и вразумляя на будущее время. «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Стих 27. Видишь ли, что сомнение происходило от неверия? Но так было прежде, чем получили Духа Святого. А после не так. Они уже были совершенны. И не этими только словами Христос укорил, но и дальнейшими, когда Фома, удостоверившись, успокоился и воскликнул, «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Вера в том действительно и состоит, чтобы принимать невидимое. Вера есть ожидание невидимого. Уверенность в невидимом. Евреям 11.1 А блаженными называют здесь не одних только учеников, но и тех, которые уверуются после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели и уверовали. Однако же они ничего подобного не требовали. Но от погребальных пелен тотчас приняли слово воскресенье, и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали полную веру. Итак, если кто в настоящее время скажет, «Как бы я желал жить в те времена и видеть Христа чудодействующего», тот пусть подумает, что блаженны не видевшие и уверовавшие. При этом случае справедливо можно прийти в недоумение, каким образом тело нетленное имело на себе язвы гвоздиные, и как возможно было касаться его смертной рукою. Но не смущайся, это было делом снисхождения. Тело столь тонкое и легкое, что вошло сквозь затворенные двери. Очевидно, чуждо было всякой дебелости. Но Христос показывает его таким для того, чтобы уверить в воскресении и научить, что именно он был распят, и не другой воскрес вместо его. Поэтому-то он воскрес, имея на себе знаки креста. Поэтому же он вкушает и пищу. И апостолы очень часто представляли это, как свидетельство в воскресении, говоря, «мы с ним ели и пили» в Диане 10.41. Потому как до распятия мы видим его ходящим по волнам, и однако же не говорим, что тело его было другого, естества, а не нашего. Так и после воскресения, видя на нем язвы, не станем называть его тленным, потому что он показывал их для ученика. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Так как этот евангелист сказал меньше других, то говорит, что и все прочие сказали не все, но столько, сколько нужно было для привлечения слушающих к вере. А если бы, говорит, все было описано, то думает, что и мир не вместил бы книг. Отсюда ясно, что не из хвостовства говорили о чудесах, которые они описали, но единственно для пользы. Да и как возможно, чтобы они описали из хвостовства, когда большую часть их опустили? Но почему же они не о всех рассказали? Преимущественно по их множеству. Потом они думали, и то, что кто не поверит сказанному, тот не поверит и большему, а кто примет это, тому ничего больше и не нужно будет для утверждения в вере. Впрочем, мне кажется, что здесь евангелист говорит только о знамениях, бывших после воскресения, почему и замечает пред учениками своими. Когда воскресение, нужны были многие чудеса для того, чтобы уверовали, что Христос есть Сын Божий, так после воскресения, для того, чтобы убедились, что Он воскрес, поэтому и присовокупил предучениками, руками своими, так как после воскресения обращался только с ними, почему и говорил, мир не увидит меня. Иоанна 14, 19. Потом, чтобы ты знал, что это все было сделано только ради учеников, прибавляясь, чтобы веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Здесь Он обращает речь вообще к людям и показывает, что сказал об этом не ради того, в кого мы веруем, но преимущественно для нашей собственной пользы. Во имя Его, то есть через Него, потому что Он есть жизнь. После того, опять явился Иисус ученикам Своим при море Севериадском. Явился же так, 21, 1. Видишь, что Он не постоянно обращается с ними и не так, как прежде. Явился вечером и скрылся. Потом еще однажды спустя восемь дней и опять скрылся. Затем теперь на море и опять при великом страхе. Но что значит явился? Из этого видно, что если бы Он не снизошел, то не был бы видим, так как тело Его было уже нетленно и бессмертно. А для чего упомянул о месте? Чтобы показать, что Христос избавил их от чрезмерного страха, так что они выходили уже из дому и ходили повсюду. Они уже не сидели запершить в доме, но избегая опасности от иудеев, отправились в Галилею. И вот Симон идет ловить рыбу. Так как Христос не постоянно находился с ними, а Дух Святой еще не был им дарован, и они оставались тогда без всякого поручения, то не имея никакого дела, они обратились к своему промыслу. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Так как, говорю, у них не было никакого дела, то они пошли ловить рыбу и занимались этим ночью, потому что боялись. О ловле же рыбы, говорит и Лука. Но, разумеется, не это событие, а другое. Прочие ученики пошли за Петром, так как они уже не разлучались друг от друга, а вместе с тем хотели посмотреть на ловлю, используя и потребить свободное время. И так они трудятся. И когда утомились, им предстает Иисус. Но они тотчас обнаруживают себя, сначала входят с ними в разговор. Он говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечают ему, нет. Вступают в разговор совершенно по-человечески, как бы намеревают что-нибудь купить у них. Когда же они отозвали, что у них нет ничего, он повелел им бросить направо. Они бросили и получили улов. А когда они узнали его, то у ученики Петр и Иоанн опять обнаруживают особенности своих характеров. Тот был пламеннее, а этот возвышеннее. Тот стремительнее, а этот проницательнее. Поэтому Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр первый пошел к нему, так как немалые были при этом и знамения. Какие же именно? Во-первых, поймано было множество рыбы. Потом сеть не разорвалась. Далее они нашли готовыми уголья и рыбу, лежащую, и хлеб. Прежде чем достигли берега. Теперь Христос творил уже не из готового вещества, как по некоторому смотрению творил прежде креста. Итак, Петр, как только узнал его, бросил все и рыбу, и сети, и припоясался. Видишь и почтительность, и любовь. Хотя ученики были в расстоянии двухсот локтей, но Петр, несмотря и на это, не захотел ожидать, пока придет на судне, но поспешил в плац. Что же Иисус? Придите, говорит, обедайте. И никто из них не смел спросить его. Сыр 12. Теперь они уже не имели своей обычной смелости, не дерзали, как прежде, и не обращались к Нему с речью, но в молчании, с великим страхом и благоговением сидели и смотрели на Него. Они знали, что это Господь, и потому не спрашивали, кто ты. Видя изменившееся лицо, исполненное необычайного величия, они были очень изумлены, и хотели бы что-нибудь спросить об этом. Но страх и сознание, что это был не другой кто, а именно Он, удерживали их от вопроса, и они лишь вкушали то, что Он создал своей высокую властью. Здесь Он уже не взирает на небо, не делает ничего человеческого, как это было прежде, показывая, что и тогда это делалось по снисхождению. А что Он не постоянно и не так, как прежде, обращался с учениками, об этом говорит Евангелист. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Христос повелевает принести часть рыбы, чтобы показать, что видимо ими не призрак. Впрочем, здесь не говорится, чтобы Он сам ел с ними, но Лука в другом месте говорит об Нем, и с ними ел. Диане 1.4 Как это было, мы не можем сказать. Без сомнений, это происходило как-нибудь чудесно. Не потому, чтобы естество еще нуждалось в пище, но по снисхождению, для доказательства воскресения. Сраница 595. Слушая об этом, вы, может быть, воспламенились и назвали блаженными тех, которые обращались с Ним, равны, как и тех, которые будут в общении с Ним в день общего воскресения. Употребим же все меры к тому, чтобы узреть Его чудное лицо. Если теперь, когда только слышим об этом, мы так воспламеняемся, и желали бы жить в те дни, когда Иоанн жил на земле, слышать Его голос, видеть лицо, приходить к Нему, касаться Его и служить Ему, то подумай, что значит видеть Его, когда Он уже не в смертном теле, и действовать не по-человечески, но дореноситься ангелами, когда и мы сами будем в бессмертном теле, и созерта Его будем наслаждаться и прочими блаженствами, превосходящими всякое слово. Поэтому-то умоляю вас, будем всячески стараться о том, чтобы не лишиться такой славы. И в этом нет ничего трудного, если только мы захотим, ничего тягостного, если будем внимательны. Если с Ним терпим, то с Ним и будем царствовать. 2 Тимофею 2.12 Что значит терпим? Если будем переносить скорби, гонения, если будем идти тесным путем. Тесный путь сам по себе труден, но от нашей решимости и надежды на будущее делается легким. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4.17.18 Итак, возведем очи наши на небо и будем постоянно представлять и задерцать тамошнее. Если мы всегда будем иметь это в мыслях, то и здешние удовольствия не будут для нас привлекательны, и горести не будут тягостны. И над этим, и над подобным мы будем смеяться, и уже ничто не в состоянии будет ни поработить, ни надмить нас, если только мы желанием своим устремимся туда, и будем взирать на ту любовь. И что я говорю? Не будем скорбеть при настоящих бедствиях. Мы не будем даже замечать их. Таково уже свойство любви. Кого мы любим, и кто находится не вместе с нами, но вдали от нас. Того-то именно мы и представляем себе каждый день. Велика поистине сила любви. Она устраняет душу от всего и привязывает к любимому предмету. Если мы так возлюбим Христа, то все здешнее будет казаться нам тенью. Все только призраком и сном. Тогда и мы скажем, кто отлучить нас от любви Христовой, скорбь или теснота? Римлянам 8.35 Не сказал имущество, богатство, красота, так как все это крайне ничтожно и презренно, но указал на то, что почитается тяжким, на голод, гонение, смерть. Он это презрел, как ничего не значащее. А мы из-за денег разлучаемся с нашей жизни и устраняемся от света. Павел предпочитает любовь к нему и смерти, и жизни, и настоящему, и будущему, и всякой вообще твари. А мы лишь только увидим немного золота, тотчас воспламеняемся и попираем законы Христовые. Если неприятно слышать об этом, то тем менее надо б на терпеть это на деле. Но в том-то и беда, что мы, когда слышим это, ужасаемся, а когда делаем, не ужасаемся. Напротив, мы легкомысленно клянемся и приступаем клятвы, и хищничествуем, и требуем лишенных процентов, и неродимо целомудрии, и оставляем прилежные молитвы, и приступаем большую часть заповедей, и ради денег не обращаем никакого внимания на своих собратьев. Да, кто пристрастен к богатству, тот причиняет тысячу зол ближнему, а вместе с ним и себе самому. Он легко раздражается, поносит, называет уродом, клянется, приступает к клятву, и не соблюдает даже и того, что предписывает ветхозаветний закон. Кто любит богатство, тот не будет любить даже ближнего, а между тем, нам заповедано ради царства любить самих врагов. Если мы, исполняя древние заповеди, не можем достигнуть царства небесного, если правда наша не превысит той правды, тех, Матфея 5.20, то приступая и их, как получим оправдание. Пристрастные к богатству не только не станет любить врагов, но и на самих друзей будет смотреть, как на врагов. 597. Да что я говорю о друзьях? Пристрастные к богатству часто не признают самой природы. Такой человек ни родства не знает, ни знакомства не помнит, ни возраста не почитает, никого не имеет другом, но ко всем проявляет враждебное расположение, больше же всех, к самому себе. Не потому только, что губит душу свою, но и потому, что обременяет себя бесчисленными заботами, трудами, печалями. Он решается на путешествии, подвергается неприятностям, опасностям, козням и всему подобному. Лишь бы только иметь у себя корень зол и насчитать много зол. Что может быть ужаснее такой болезни? Человек, одержимый ею, отказывается и от роскоши, и от всякого удовольствия, из-за которых так много грешат люди, и лишает себя славы и чести. Любящий богатство всех подозревает и имеет множество обвинителей, завистников, клеветников и злоумышленников. Те, которые обижены им, ненавидят его, потому что потерпели от него зло. Те, которые еще ничего не потерпели, вооружаются против него из опасения потерпеть и из соболезнования к потерпевшим. А, наконец, и люди великие и могущественные, частью по негодованию на него и сострадания к низшим, а частью и по зависти, также становятся его врагами и ненавидят его. На что я говорю о людях? Против кого сам бог вооружен, какая остается тому надежда, какое утешение, какая отрада. Пристрастный к богатству никогда не будет в состоянии пользоваться им. Он будет рабом и стражем его, но не господином. Стараясь всегда увеличить, он никогда не захочет тратить его, но будет узнурять себя, будет беднее всех нищих, потому что никогда не удовлетворит своей страсти. А ведь деньги существуют не для того, чтобы беречь их, но для того, чтобы ими пользоваться. Если же мы станем зарывать их от других, то может ли быть, что жалче нас, когда мы всюду бегаем, стараемся все захватить, чтобы запереть у себя в дому и изъять из общего употребления. Есть, впрочем, и другой недуг, не меньше этого. Одни зарывают деньги в землю, а другие расточают для чрева, на роскошь и пьянство. И таким образом вместе с наказанием за неправду навлекают на себя наказание за славстолюбие. Одни употребляют их на тунеядцах и стецов, другие на игру и блудниц. А третьи на другие подобные надобности. И таким образом пролагают себе бесчисленные пути, ведущие в гиенну, и оставляют прямой и законный путь, ведущий к небу. Между тем, как этот путь не только доставляет выгоду, но и приятнее тех путей. Кто дает блудницам, тот делается смешным и зазорным. Он будет иметь много ссор, а удовольствие краское. Лучше же сказать, даже и краского не получит. Сколько бы ни давал он отверженным женщинам, они ничуть не будут благодарны ему. Блудница, глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Притча 23-27. При том же, этот род бесстыден, и Соломон, любовь такой женщины уподобил аду. Она тогда только успокоится, когда увидит своего любовника, ничем уже не имеющего. Ничего. Лучше же сказать, она и тогда не успокаивается, но еще больше величается, попирает лежащего, предает его великому осмеянию, и столько делает ему зла, что и описать нельзя. Не таково удовольствие спасаемых. Здесь никто не имеет соперника в любви, но все радуются и веселятся, как те, которые благоденствуют, так и те, которые смотрят на них. Ни гнев, ни печаль, ни стыд, ни поношение не смущает души такого человека. Напротив, там великое спокойствие, совести и великая надежда на будущее. Светлая слава и великая честь, полное благоволение Божие и безопасность. Нет там ни единого утеса и никакой опасности. Напротив, недоступная для волн пристанище и тишина. Представляя себе все это и сравнивая одно удовольствие с другим, изберем для себя лучшее, чтобы сподобиться и будущих благ по благодати и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.